Длина реки Веры 45 километров и 10 из них приходится на Тпилиси. Так уж получилось, что это ущелье естественная граница между двумя центральными районами города Ваке и Сабуртало. Кстати, в прошлом веке архитекторы обходили прибрежную зону. Соброшенная территория считалась опасной именно из-за воды. После дождя Веры уже не похожа на ручей. Вода все сносится на своем пути. Истоки реки на территории Триолетского хребта. И, кстати, в 2015 году проливные дожди и стали причиной наводнения. Сегодня 9 лет с того тяжелого страшного дня, когда все это произошло практически в центре Тпилиси. Погибли люди. Несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Тогда практически был уничтожен Тпилисский зоопарк. Часть животных погибла, а часть оказалась за пределами зоопарка в городе. Все помнят эти страшные кадры, когда бегемота Беги, который и стал потом символом этого страшнейшего наводнения, ввели по всей площади героев обратно на территорию зоопарка. В нулевых годах был бум застройки без разрешения. Тогда и появились корпуса, возведенные с нарушением всех технических норм безопасности. До сих пор многие из них так и не приняты в эксплуатацию официально из-за серьезных погрешностей. Для застройщиков позже правила изменились. И теперь начать строительство без учета требований нормативной документации уже невозможно. Кстати, в некоторых кварталах Тпилиси задействована государственная программа замещения аварийного жилья для горожан, которые строят новые корпуса от места жительства. А после новоселья старые дома идут под снос. Вот такой эксперимент проводится в Азисубане. И вот недавно мэр Тпилиси показывал нам, как же все идет на самом деле, как обстоят дела. Там уже новый корпус практически возведен. И скоро жильцы аварийного дома, которые в настоящее время расселены, они будут уже переведены в новый дом. И это, конечно же, прекрасно. Такая вот программа реновации. Кстати, расположено недалеко Цхнецкое шоссе. Тоже будет уже под большим ремонтом. Цхнецкое шоссе перекроют на целые 4 месяца из-за масштабных ремонтов. Если продолжить путешествие по этой зоне, планируется реабилитация участка от начала Багеби до нового автомобильного моста, о котором я вам недавно рассказывал. Протяженность участка составляет 1300 метров. И будет расширена автомобильная дорога. И инфраструктура будет сделана более комфортной. Дорогу закроют 15 июня в оба направления. До окончания работ передвигаться только разрешат местным жителям. Там будут выданы им специальные пропуска. А всем остальным водителям придется уже пользоваться объездным маршрутом. В частности, тот, который сейчас уже задействован при помощи нового моста. Также будет изменена схема работы движения автобусов на маршрутах 345, 351, 307, 354, 359 и 334. Это практически то, о чем мы с вами недавно говорили, когда показывали новый мост и отмечали тот факт, что совсем скоро по этому мосту будут уже ходить и рейсовые автобусы, маршрут которых будет уже тоже скорректирован. Вот такой небольшой рассказ. Я благодарю вас за внимание. До встречи. Всем хорошего дня, хорошего завершения этой недели. Знаю, что многие уже планируют выезжать за пределы города хотя бы на выходные. Это очень хорошая идея. Самое главное выехать пораньше, пока не начнутся вот эти транспортные заторы. Спасибо за внимание. До свидания.